Анара Салаева представляет Аудио Учебники История Азербайджана 7 класс, 11 параграф Огуза Сельджукские потоки и Азербайджан Геомер Мелеме уже долгие годы преподает в школе литературу На ее уроках всегда бывает очень интересно На одном из уроков она рассказала учащимся об истории Султана Санджара И старухе из поэмы «Сокровищница Тайн» Чичайк, подняв руку, спросила Учительница, а кто такой Султан Санджар? Султан Санджар был правителем Сельджукского государства, созданного тюркскими племенами Она также коротко рассказала об их роли в истории Азербайджана Какие сведения дала учительница Геомер Асаджуках? Кем были сельджуцкие тюрки? Какова была их роль в истории Азербайджана? Проведем исследование для поиска ответа на эти вопросы Новые тюркские потоки в Азербайджан С древних времен на территории Азербайджана проживали тюркские племена Эта страна была родиной многих тюркских племен, в том числе и агузов В период ослабления халифата в Азербайджане еще более усилился исламско-тюркский этнополитический фактор В этот период был создан единый христианский блок, состоявший из Византийской империи, армянских и грузинских феодалов Судьба борьбы против этого блока решалась на Азербайджанском фронте После распада халифата основная роль в борьбе исламского мира против Византии принадлежала тюркам Таким образом, в этой борьбе тюрки превратились в решающий военно-политический фактор Азербайджан стал главным оплотом этого фактора Долгое время различные тюркские племена старались обосноваться в Анатолии Азербайджан же для этих племен был тылом Сельджузские тюрки также избрали основной мишенью нападения византийские земли Название этого племени было связано с именем Сельджук Бека Основоположником же сельджузского государства был его внук Тогрулбек 1308-1063 года Внук Сельджук Бека Чагрыбек отправился в разведывательный поход И одержал победу над византийскими войсками Сельджуки захватили бассейн озера Ван Таким образом была устранена угроза нападения Византии и армянских феодалов На Нахчеван и прилегающие Азербайджано-тюркские земли Сельджуки в 1038 году создали государство со столицей в городе Нишапур Тогрулбек в 1040 году был объявлен султаном Спустя некоторое время сельджуки, укрепившиеся на севере страны, объединились с шедадидами В борьбе против нашествия Византии, армян и грузин Объединенные тюркские войска нанесли тяжелые удары Византии, армянским и грузинским феодалам Создание Сельджурской империи сыграло важную роль в мировой истории и оказалось сильное влияние на политические процессы, происходившие в Азербайджане Неоценима роль этого факта в судьбе нашей страны, сохранении традиций независимой государственности Южные провинции Азербайджана перешли под контроль сельджурского полководца Гасана В 1048 году сельджурско-азербайджанские тюркские войска разгромили объединенные формирования византийцев, армянских и грузинских феодалов Византия была вынуждена заключить мир с сельджуками В 1054 году войско султана Тогрула подошли к Дебризу Равадитский правитель заявил о своем подчинении сельджукскому султану Султан Тогрул напал на Генджу Правитель Шедадидов Абуляцвар Шавур также подчинился сельджукам Оба правителя пришли к решению о совместной борьбе против Византии, армянских и грузинских захватчиков Сельджурские тюрки также совершили поход на Шерван Они здесь встретили серьезное сопротивление В течение 12 лет шерваншахи оказывали им сопротивление В 1066 году сельджуки с большим трудом смогли сломить сопротивление государства Шерваншаха Шерваншах Фарибурс был лишен титула Шерваншаха Таким образом, Азербайджан целиком вошел в состав Великой сельджукской империи Тюрк раскрыл объятия тюрку В результате обоснования сельджуков в Азербайджане В страну хлынули новые потоки тюркских племен Огузо-сельджукские тюрки за короткое время ассимилировались с древними азербайджанскими тюрками С которыми имели единые корни и языковую общность В результате сельджукских потоков огузко-тюркские племена Стали основным этническим и политическим фактором на Южном Кавказе В том числе в Азербайджане Потоки сельджукских тюрок расстроили планы Византийской империи Укрепиться на Южном Кавказе Были предотвращены попытки армянских и грузинских захватчиков Оккупировать западные территории нашей страны Таким образом провалились попытки Распространить на всем Южном Кавказе влияние христианства Сельджуевские султаны стремились укрепить центральную власть С этой целью они создали для себя военно-политические опоры В обмен на военную службу на основе Икта Раздавали земли сельджуевским эмирам В результате в Азербайджане Икта превратилась в основную форму земельной собственности Это укрепляло военно-политическую власть сельджуевских тюрок на землях, где они обосновались Со временем земли Икта стали переходить в наследство и таким образом являлись наследуемой собственностью Одной из форм земельной собственности, появившейся в период Великой Сельджуевской империи, были земли Удж Так называли земли, которые дарились военно-начальникам, охранявшим границы Сельджуевской империи Земли Икта и Удж создавали возможность для постоянного заселения этих территорий тюркскими племенами В результате огласко-сельджуевских потоков еще более увеличилась численность тюркоязычного населения Эти племена, имевшие единые корни, языковую и религиозную общность, очень легко и быстро ассимилировались Таким образом, в результате огласко-сельджуевских потоков завершился процесс формирования азербайджанского тюркского народа Была полностью устранена угроза оккупации нашей Родины, Бизантийской империи и ее союзниками Анара Салаева представляет Аудио Учебники